Расходы на оплату проезда к месту отдыха и санаторно-курортного лечения будут авансировать. Кто сможет рассчитывать на данную меру поддержки? Площадка всероссийского проекта Яндекс.Лицей начал свою работу в окружной столице. Чему научат в эти дни и что нужно, чтобы в дальнейшем стать студентом образовательного проекта корпорации Яндекс? Секреты успеха от основателя барбершопа в топ-ган для начинающих бизнесменов. На Ринмаре завершился бизнес-форум. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. На территории полуострова Канин обнаружен неразорвавшийся снаряд. В целях обеспечения безопасности местных жителей в акватории реки введен режим ограниченного движения, который будет действовать до подписания особого распоряжения. Отметим, что информация о находке была доведена до сведения Министерства обороны России. На Ринмаре возбуждено уголовное дело в отношении директора бюджетного учреждения округа. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом информируют пресс-службы УМВД России по Ненинскому округу и Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненинского округа. В настоящее время директор учреждения задержан. Ведется следствие. К другим темам. Уровень воды на реке Печора за минувшие сутки вырос на 9 сантиметров. Речь идет об участке Атошвиски до Оксина. Ниже по течению уровни воды стабильно падают. Такие данные приводит Объединенная гидрометеорологическая станция Нарьинмар. Неблагоприятную отметку уровень воды на реке Печора превысил в Великовисочном. При неблагоприятной отметке 735 сантиметров уровень воды там в настоящий момент держится на отметке 752 сантиметра. О поводковой ситуации в муниципалитете по телефону нашему каналу рассказала глава Великовисочного Татьяна Жданова. По состоянию на 8 часов уровень воды 752 сантиметра наблюдается незначительный подъем. Ситуация опасений на ближайшие 3-4 дня не вызывает. И сейчас у нас подтоплено только две придомовые территории и транспортный мост. В целом на реке Печори наблюдается ледоход выносного льда с реки Усы. Продолжаются подвижки льда в районе села Петрунь. Река Азева освободилась от льда. В Ненинском округе планируется предусмотреть авансирование компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и санаторно-курортного лечения для отдельных категорий граждан. С такой просьбой неоднократно обращались жители региона в органы власти. В соответствии с законом округа о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства родителю или близкому родственнику компенсируются расходы на оплату стоимости проезда к месту нахождения санаторно-курортной организации и обратно. Таким правом можно воспользоваться в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе. Кроме того, в рамках окружного закона один раз в год на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно могут рассчитывать опекуны и приемные родители. Согласно законопроекту, предоставленному на заседание администрации, указанные категории граждан смогут рассчитывать на авансирование компенсации расходов на оплату стоимости проезда. Авансирование будет присмотрено в порядке 70 на 30. То есть при покупке билета будет выпущено у вас в размере 70% и по возвращении, по сдаче документов можно будет претендовать на получение оставшихся 30%. Важность этого вопроса на заседании администрации отметил глава региона Александр Цибульский. Согласно процедуре, документ будет направлен на рассмотрение в собрание депутатов Ненецкого округа. Администрация Ненецкого округа и Всемирный фонд природы подпишут соглашение о сотрудничестве. Оно станет продолжением документа, который был подписан в 2011 году сроком на 5 лет. Проект нового документа принят на очередном заседании региональной администрации. Тогда в рамках подписанного соглашения проводились работы по оценке состояния биологического разнообразия, охране редких и исчезающих видов растений и животных, по поддержке и созданию сети особо охраняемых природных территорий регионального значения. Кроме того, большое внимание уделялось повышению экологических стандартов нефтегазовой отрасли и проведению стратегической экологической оценки. Для продолжения данного сотрудничества стороны договорились о заключении нового соглашения. В рамках продолжения работы по оценке состояния биологического разнообразия, охране редких и исчезающих видов растений и животных, а также создания дополнительно особых охраняемых природных территорий, то есть продолжить работу, предлагается заключить соглашение. Со стороны некоммерческой организации при этом предусматривается оказание информационной поддержки в части формирования альтернативных браконьерств и экологически устойчивых видов природопользования. Соглашение будет подписано сроком на пять лет. В Ненецком округе стартовал всероссийский образовательный проект «Яндекс.Лицей». Как овладеть современными технологиями, какие возможности открываются для участников, сегодня рассказали на первом собрании для будущих кандидатов проекта. Александр Павесов, окончив только восьмой класс, уже знает, с чем свяжет свою дальнейшую деятельность. Программирование вызывает у него неподдельный интерес. Александр признается, как только узнал о «Яндекс.Лицее», нераздумывая решился пройти обучение. Мне рассказали про этот «Яндекс.Лицей» и сказали, что здесь учат начальным программированием, и я всегда хотел попробовать как-то заняться. Если понравится, то уже дальше углубляться и связаться. Начинание Александра поддерживает его отец. Олег Павесов уверен, «Яндекс.Лицей» поможет его сыну в достижении поставленных целей. Это очень считаю, что очень хорошая возможность для школьников. Я поддерживаю его в этом и хорошо отношусь. Узнать озы программирования пришла и Устина Рочева. Школьница не сомневается, в современном мире не обойтись без знания базовых компьютерных программ. Сейчас в основном нужно в работе знание каких-то программ. И вот для этого хочется как-то узнать программирование, чтобы было проще работать потом. «Яндекс.Лицей» – всероссийский образовательный проект. В Наринмаре площадка проведения стал Неницкий аграрно-экономический техникум. Юные умы будут осваивать современные технологии в теории и на практике. Неницкий округ – это первый регион за полярным кругом, где школьники смогут пройти подобное обучение. Чтобы быть конкурентными в мире, нам нужны умные, образованные в плане цифровизации люди. «Яндекс.Лицей» предлагает бесплатно пройти двухгодичный курс. Это они и со собственными целями делают. То есть самых лучших они, конечно, возьмут себе на работу, будут заинтересовать. Но, тем не менее, для остальных есть возможность, во-первых, повысить свою квалификацию, во-вторых, определиться с выбором профессии, ну и, в-третьих, как бы даже и получить, в конце концов, профессию, которая будет востребована долго». Уже в сентябре участники поделятся на группы, а в октябре начнется обучение. Занятия будут проходить два раза в неделю. Конкретное время для каждой группы будет выставлено индивидуально. «Обучение происходит с преподавателем. Преподаватель дает теоретическую базу, дает задачи для тренировки и даются домашние задания. Домашние задания, где ученик сам уже пробует свои знания на основе задач. И что здесь следует отметить, то, что сдает эти задачи он не преподавателю, и преподаватель оценивает их, а сдается это на площадке». Добавлю, площадка предоставляется Яндекс.Лицеем. Все участники будут уравнены и смогут просматривать свои ошибки в режиме онлайн. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В окружной столице завершился бизнес-форум, организатором которого выступил региональный центр развития бизнеса. В рамках сегодняшнего дня будущие действующие предприниматели узнали о том, как не перегореть, запуская и масштабируя бизнес. Секретами успеха и своим опытом с ними поделился ментор Дмитрий Разбегаев. Заключительным мероприятием бизнес-форума стало выступление предпринимателя, основателя барбершопа в ТопГан Алексея Лаконцева. «Если выбирать путь предпринимательства или работу хорошую, то в каких-то случаях, чтобы спокойно жить, лучше взять хорошую работу. А кто хочет приключений, то поехали». «Хороший предприниматель всегда в долгах», убежден основатель барбершопа в ТопГан Алексей Лаконцев. По его словам, люди, которых выводит из состояния спокойствия даже двухдневная просрочка за кредит, заниматься бизнесом не смогут, ведь бизнес – это всегда огромные риски. «Предприниматель может просрочить все и всем, и может на год. И надо с этим справляться, потому что звонки, а когда вы оплатите аренду или что у вас за задержки, они будут постоянно. С этим нужно жить. И поэтому у меня когда-то была большая шевелюра и плоский живот, сейчас все наоборот. Потому что нервы, они, ну, как бы ты ни скрывал, как бы ты ни учился это переживать, это тяжелый труд. Все думают, вот я не хочу работать, я буду предпринимателем. Ребят, лучше работать. Вот лучше работать и получать свою какую-то там стабильную, хорошую зарплату. Ну, конечно, работать на хороших должностях, не грузчиком, там, понятно, когда там не заработаешь много. И вот лучше работать». Такая откровенная прямолинейность Алексея вводит в ступор. Ведь, с одной стороны, бизнес-форум направлен на привлечение новых людей в сферу предпринимательства. С другой стороны, это обмен опытом и знаниями тех, кто прошел серьезный путь к успеху. Поэтому диалог спикера и аудитории должен быть максимально открытым и честным. «Сорокалетний опыт предпринимателя, который закрыл больше 30 бизнесов, сейчас сделал компанию номер один в мире по количеству барбершопов на одном сайте. Но есть чему поучиться. Поэтому я делюсь всем. И я считаю, что это, скажем так, приходить на такие мероприятия очень полезно, потому что вы получаете опыт, который, если бы вы сами получали, вы потеряли бы много времени и денег. Вот и все. А его можно просто послушать, из первых уст задать вопросы и ответить себе на многие вопросы». В мероприятиях, организованных в рамках бизнес-форума, каждый участник находит что-то полезное для себя. Как отметила руководитель Департамента финансов и экономики НАУ Татьяна Лагвиненко, такие встречи дают положительные результаты. «Вот эти мероприятия, которые мы проводим традиционно, они июля предпринимательства, они влияют на такую активность. Если вы заметили в зале и студенты, и бывалые предприниматели, и они охотно приходят и потом дают нам положительную обратную связь, что это надо, нас надо учить правилам ведения бизнеса, новым технологиям, потому что сейчас, конечно, впереди это, прежде всего, технология и компетенции, которым мы стараемся на этих неделях, на этих обучающих мероприятиях, им давать с привлечением не наших местных каких-то, допустим, лекторов, а именно из Москвы, из других городов, чтобы они были на волне самых периодовых технологий». Несмотря на все предостережения главного спикера бизнес-форума Алексея Лаконцева, окружные предприниматели настроены решительно, ведь, как говорится, предостережен – значит вооружен. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Ненецкий округ. Геологическая эра. Новое документально-художественное издание, посвященное истории геологоразведочных работ в нашем крае, презентовали накануне в Ненецком краеведческом музее. Книга написана в соавторстве известными в регионе людьми – историком, исследователем, краеведом Юрием Каневым и писателем, журналистом, кинодокументалистом Виктором Толкачевым. На Ленмаре книгу общественности представил один из ее создателей Юрий Канев. Книга с обложкой цвета нефти о трудовых подвигах разведчиков НЕДР, которые в условиях Крайнего Севера трудились с главным заветом нефти ГАЗ Тунджи Розине, посвящена 60-летию геологоразведки в Ненецком округе. В книге 430 страниц, сотни фотографий, десятки ярких биографий. Юрий Канев рассказал, что задумка написать книгу появилась еще в 2016 году. В 2017 началась работа. Книга была интересная, потому что люди были интересные. И писать у них интересно было. То есть их работа настолько она сложна, в общем-то, и продуктивна, что писать у них было интересно, и сейчас у них было интересно. То есть, допустим, для меня лично очень интересна была встреча с Александром Гривичем Кривоноговым, человеком, который руководил огромным авторанским предприятием. У него было свыше тысячи автомобилей, тракторов, вездеходов. То есть целая армия. 60 лет геологоразведки на территории региона в историях и лицах, от министров до простых рабочих. В зале среди приглашенных героя книги. Это их трудами и стараниями добывалась первая ненецкая нефть. Этот человек, который начинал работать еще в 50-е годы. И он очень интересно рассказывал о своей работе. Он сказал, вот если бы я сейчас пошел работать, я бы уже не пошел туда. Одна из глава водителя вездехода Анатолий Заречневе. Профессионалист своего дела. У меня там столько знакомых, бурильщики. Короче, только листочек перевернул на фотографии, все знакомые, получается. Я по многим буровым ездил, у меня много было очень знакомых. История о поисках и открытиях нефтегазовых кладовых тесно переплетается с судьбами людей, вершивших эту историю, чьи победы дали нашему региону толчок для дальнейшего развития, результатами трудов которых мы пользуемся до сих пор. Мне 38 было летом, когда я приехала в округ. И мне посчастливилось встречаться со многими геологами, начиная с Ардалина, Казакова, Титова. Я работала начальником культуры, деньги небольшие в культуре, а потребности были большие, и нам всегда начальники экспедиции помогали. Одним из первых экземпляр книги с автографом автора получил вице-спикер собрания депутатов Ненецкого округа Максим Арбузов. Он оказал помощь в издании. Героические люди, некоторые из них здесь, рад вас видеть. Возможно, именно про вас я рассказываю и читал. Спасибо вам. Соавтор Виктор Толкачев не смог приехать на презентацию в Наренмар, поэтому еще одна презентация состоится в Архангельске в июне. Книга «Ненецкий округ. Геологическая эра» вышла тиражом тысячи экземпляров. Дизайн, макет и верстка Федора Толкачева. Содействие в издании оказали акционерное общество ННК «Печора нефть» «Ненецкий краеведческий музей». Книга поступит в фонды библиотек Ненецкого округа и будет интересна широкому кругу читателей. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, он же День святых Кирилла и Мефодия. В этом году по традиции большой праздник объединил все города нашей страны. В час дня по московскому времени от Владивостока до Калининграда одновременно начались концерты. Не остался в стороне и наш Заполярный округ. Во Дворце культуры Арктика ровно в час дня, как и во всех городах России, зазвучала трогательная музыка. В это время, вне зависимости от часового пояса, все города, села, поселки, большие и малые вышли на сцены, чтобы спеть, как в едином хоре, любимые песни, ставшие поистине народными. Пока певцы исполняют народные шлягеры, к выходу на сцену готовится 11-летний Арсений Яковлев. Сегодня он не просто ведущий, а некий символ славянского праздника. Это мы делаем уже не впервые. У нас уже был такой формат, что один взрослый ведущий и один ребенок. Это как бы такая проекция двух братьев Кирилла и Мефодия, что один из них был старший, другой младший. И вот поэтому родилась такая идея. Она себя оправдала несколько лет назад. Ну, в этом году мы решили вновь попробовать. Мальчик у нас участвует впервые в таком крупном мероприятии, сильно волнуется. Каждое мое выступление – это волнение и большой опыт. А где ты выступала? В Санкт-Петербурге. В театре. Что сегодня будешь интересным ребятам рассказывать, помимо того, что будешь объявлять концертные номера? Я буду рассказывать, что значит азбука Кирилла Мефодия, какие там были буквы. И соглашусь с нашим продюсерам, что мы будем рассказывать, что такое тезоименитство Кирилла. А как ты думаешь, почему нужны вот такие праздники, такие концерты? Чтобы люди не забывали, что такое религия, наш народ. Сегодня в зале полный аншлаг. Зрители – ученики всех образовательных школ города. Их с праздником со сцены поздравил епископ Наринмарский и Мизенский Иаков. Конечно же, желаю преуспеяния во всем добром, в научении мудрости, получении знаний, жизни, любви к своим родителям, преподавателям, ко всем, кого вы встретите на своем жизненном пути. Напомню, что День славянской письменности и культуры отмечается не только в России, но и в других странах. Ведь созданная Кириллом и Мефодием азбука стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, сербском и украинском языках. Трудами Кирилла и Мефодия гордятся по всему миру. За вклад святых в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента. Этот день традиционно объединяет многие народы, ведь сотни миллионов человек во всем мире пользуются кириллицей. И хотя говорят на разных языках, понимают друг друга без перевода. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.